Я понял, что мне нужно учиться, когда все учебные заведения были давно-давно позади. Учиться ценить жизнь и быть счастливым. Как это делать? Один из способов учиться у тех, кто счастлив. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. А фильмы, которые вы снимаете, и герои, которых вы снимаете, меняют ваше собственное представление о мире? Конечно. Мне иногда кажется, что я снимаю только для того эти фильмы, чтобы менять себя. Особенно сейчас в последнюю поездку, с которой мы вернулись, тоже где-то год мы снимали на Алтае. Буквально с сентября 2014 года, буквально 2-3 дня назад мы вернулись после такой поездки по Алтаю. Ну вот, это, собственно говоря, вот такая, это, можно сказать, трейлер настроенческий. Он, безусловно, создает у зрителей ощущение, о чем, какая фактура в фильме будет, да. Ребятки в семье, в замульте лепят пельмени. Охотники, вот скотовод, который ходит, стада свои водят. Вот это охотники тоже на дикого зверя. Вот такой мороленок, который попал в беду, его волки ободрали. Вот это вот такие вот приметы разных верований на Алтае, начиная от староверов до буддистов, до шбурханистов. Вот нашарик как раз зимой ведет свою атару на стоянку. Это сорлык, это охотник на волков, в котором у нас будет целый эпизод посвященный охоте на волка, который там, беда страшная, волки задирают стада, буквально стада. И все сезоны? Вы говорили? Все сезоны. Все сезоны и жизнь во время этих сезонов. Вот. И надо сказать, что там есть ряд героев, основных героев в фильме. Вот Николай Чепок, который рядом со мной сидит, это, пожалуй, один из таких центральных героев фильма. Человек, художник, замечательный художник, график, которого мы вот так вот познакомились, там нашли. Вот я как раз хотел, Николай, спросить, что была за работа. Вообще, кстати, Николай, вот если бы вы были режиссером и сценаристом, вы бы так же снимали, как Дмитрий, или как-то по-своему? Ну, наверняка по-своему. Ну, вот критический взгляд к тому, что сделал Дмитрий. А нет, нет, вот, честно говоря, именно так и снимал. То есть, человека снимают не только быстро-быстро его работу и его небольшой кусочек жизни, а именно жизнь в протяжении всего года. А год – это такое большое расстояние, где человек живёт, он уже меняется. Ну, не так меняется, что сразу видно, что изменился. Но видна вся его цепочка жизни и из чего складывается вообще вся его жизнь. Это отлично, просто отлично. Чем счастливый человек Николай Чепоков? Вот чему у него надо учиться. Вот он может своим трудом, своим ремеслом, своим талантом, своим умением. Вот у нас с вами нет сейчас буханки хлеба, да? Это надо куда-то в карман лезть, там должны быть деньги какие-то, пойти эту буханку купить. Что делает Николай? Он идёт на автовокзал в Горноалтайске. Садится в тёплом кафе, если это зима. И начинает рисовать. Подходят люди, смотрят, им нравится. И он тут же продаёт свои работы буквально за хлеб. Я понял. Он так живёт. Да. А скажите, Дмитрий, вот вы сняли фильм «Енисей. Счастливые люди». Потом было... Поморы. Поморы. Сильно отличались поморы от енисейцев? Другое ли счастье? Или схожее? Я к чему сейчас? Я к тому, что зачем вот третий? Ну, чуть-чуть по-другому, чуть-чуть другие имена, чуть-чуть другие лица. Ну, во-первых, во всех фильмах, во всех это громко сказано, вот тех, которые я снимал, всё-таки я говорю ещё о том, насколько человек зависит от окружающей среды, от природы, от географии тех мест, в которых он живёт. Енисейская природа, средний Енисей, таёжный Енисей – одни условия жизни, которые диктуют человеку, как ему выживать, как себя вести. Поморы, Белое море, совершенно необразимо открытые пространства, никуда не спрячутся, они заставляют человека по-другому выживать. И вот третья часть вот этого триптиха, что называется, этого цикла – это горы. Это горы, которые совершенно отличаются. Вот горная среда и горный ландшафт, и вообще жизнь в горах, она кардинально отличается от первых двух. И вот я здесь обязательно буду говорить о том, насколько вот география, ландшафт, природа, климат и так далее действуют на человека, как они на него влияют и как он под них подстраивается. Это очень важно. Год, значит, постпродакшена. Год ждать. Да, наберите терпения. Просто не хочется комкать, хочется кропотливо всё сделать. А можем сделать так, Дмитрий, раз год постпродакшена, долго ждать, но поморы-то готовы и уже доступны. Вы можете прийти и рассказать, и показать поморы, а мы пока потерпим до финального монтажа Алтая. Спасибо вам большое, что пришли, ждём вас с нетерпением в следующий раз. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok